Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос служителю церкви». Здесь мы ищем ответы на те вопросы, которые вы присылаете к нам в студию и в социальные сети. Я рад представить нашего гостя. Сегодня с нами доктор философских наук, служитель церкви Александр Болотников. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Андрей! Александр, вначале хочу поблагодарить вас, что вы нашли время и возможность быть у нас, и ответить на вопрос, который нам прислала телезрительница Алина. Вот что она пишет. «Пожалуйста, помогите. У меня очень сложная жизненная ситуация. Мой муж набрал много кредитов, и когда он их брал, он абсолютно со мной не советовался. Сейчас у нас денег ни на что не хватает. Мне приходится много работать для того, чтобы покрывать его долги. У меня складывается такое впечатление, что его все устраивает. Я же хочу подать на развод, потому что жить так больше для меня невыносимо. Останавливают только дети. Я вижу, что они его любят. Не знаю, что мне делать. Алина». Да, весьма непростая ситуация. Ситуация очень непростая. Я, конечно, понимаю Алину, когда вот так вот, пользуясь неустойчивым, нестабильным рынком денежным, берутся кредиты, о которых потом не задумываются, как их отдавать. Ну, судя по вопросу Алины, я понял, что он, когда брал кредит и что-то покупал, видимо, он даже ее как-то в известность не ставит. Ну да, это всегда женщину задевает. Конечно же, женщина… Это любого задевает. Да, женщина, она всегда более экономная в этом плане, и в этом всегда есть определенная такая вот особенность. Но тем не менее, тем не менее, для меня вообще удивительно, что происходит в последние десятилетия. Очень много женщин стало оставлять своих мужей. Стали инициаторами развода. Да, 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 я помню ситуации, в которых так вот, получается, муж оставил с ребенком. Вот, помню эти ситуации. А сейчас очень часто встречается именно обратная ситуация. Женщина с детьми оставляет своего мужа. В чем причина, как вы считаете? Ну, причина, конечно… То есть вы имеете в виду, что уже какой-то обратный процесс пошел, да? Да, дело в том, что просто сейчас женщины работают, женщины срабатывают, они ощущают большую независимость. И опять же, вот эта тема независимости, индивидуализма, мы ее постоянно с вами наталкиваемся на то, что оно заканчивается плохо. Вот этот индивидуализм такой – это весьма нездоровое явление в обществе. Вот. Оно в целом и общество разваливает, не только, наверное, все. Ну, конечно, конечно. В этом-то и основная проблема. Главное, чтобы было, по-моему, как я хочу, да? Да. Интересно, что согласно законодательства Торы, разводное письмо мог выписать исключительно муж. Даже в случае, если муж был виновником измены? Если мы говорим о том, как это интерпретируется в иудаизме, то это выглядит примерно так. Вот, допустим, если, ну, об этом пишется в Мишне. Если, например, муж не исполняет свой супружеский долг каждую пятницу вечер, так в иудейском традиции воспринимается, ну, за исключением отдельных профессий, когда, например, если муж корабельщик, то жена в этом случае имеет право заподозрить его в супружеской измене. Ну, это примерно то, что в прошлый раз вы отвечали на такой схожий вопрос. Да, да, да. И в этом случае жена может прийти к раввинам в Бэт Дин, это раввинистический суд, изложить свои претензии, и раввинистический суд, если сочтет эти претензии обоснованными, он вправе заставить мужа выписать разводное письмо. Вот как. Это такая вот юридическая казуистика иудаизма. Понятно. То есть женщина, ну, то есть в любом случае это очень важный момент, обоснованность, да, у каждого, например, у мужа есть обязательства, да. Исход 21 глава говорит о том, что муж супружеским долгом является обеспечение жены едой, пропитанием, одеждой и супружеским сожительством. Ну вот я не знаю, как последнее у Алины, но первые два, я так понял, что муж полностью эти два принципа нарушает, потому что он мало того, что набрал кредиты, а я вижу, что Алина эти кредиты оплачивает. Ну или, по крайней мере, какую-то их часть, может быть и большую часть. То есть я вижу, что как раз вот тот принцип, о котором вы говорили, ее супруг нарушает систематически. Да, есть такие нарушения, действительно, но тем не менее интересно, если мы прочитаем второзаконие, книга второзакония, 24 глава, то здесь у нас, опять же, здесь у нас язык обратный, если кто возьмет жену и сделает с ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Вот здесь такая есть фраза, не найдет благоволения в глазах его, то есть вот это благоволение в глазах фактически это такое выражение типа он ее разлюбит, но тут дальше за что он ее разлюбит? За то, что в ней нашел что-то противное. Русский синодальный перевод именно использует очень размытую фразу. В реальности же, если мы откроем иврит, то там видно, что это конкретно. Называется это эрват-давар на иврите. Так, что это означает? Слово «давар» это дело, а «эрва» это нагота, то есть что-то связанное с наготой, то есть если мы видим здесь вот этот вот эфемизм, он встречается в книге «Левит» 18 глава, когда говорится об открывании наготы, то есть эта идиома означает интимную близость. То есть вы имеете в виду, что тексты Библии говорят о том, что только супружеская неверность является основанием для развода, так? Да, то есть это однозначно. Об этом пишет нам Ветхий Завет. Да, так. В главе 1, 2 и 3 стих описана ситуация. Ситуация здесь, она комплексная. Если так ее коротко высказать, то если, например, Иван был женат на Светлане, между ними произошел развод, и Светлана вышла замуж за Степана, и Степан либо развелся с ней, либо умер, то Светлана не может вернуться обратно к Ивану. Александр, я вот хотел бы все-таки вернуться к вопросу, который нам задала Алина. Суть в чем? Суть в том, что она ведь на другие причины указывает. Я так полагаю, что ее муж не дает ей повода для... Да вот в том-то тут и проблема, смотрите. Вот здесь сказано что-нибудь противное, и мы говорим, это сходится, причины сходятся. Вот если мы посмотрим Таразаконие 24.1, если это такие рват-давар связано с какими-то незаконными открываниями наготы, если так выразиться. Да, мы откроем Еремия 3 глава, 1 стих. И здесь цитируется этот закон, и говорится, если муж напишет разводное письмо, и она выйдет за другого мужа, может ли она вернуться к нему? Такой риторический вопрос. Конечно же, нет по закону. Я так полагаю, здесь не та ситуация. Да, и здесь опять написано у Еремии, а ты со многими любовниками прелюбодействовала. Да, да, да. Вы знаете… То есть я скажу так, насколько я понимаю проблему, то Алина и подобные, это же проблема не только частная ее, да, таких проблем много на самом деле. И просто женщина не хочет мириться с той ситуацией, которая сложилась в ее семье. Она не хочет, чтобы пришли приставы судебные, стали арестовывать их имущество, описывать имущество, забирать не только то, что там ее супруг купил, а может быть и то, что подарили родители, может быть, ее. Ну да, вы знаете, Андрей, есть разные ситуации. Но что бы вы вот посоветовали, да. Мне приходилось сталкиваться с этими ситуациями, когда женщина, и не только женщина, и мужчина думает, что если разорвать супружеские отношения… Жизнь станет лучше. А практика показывает, что жизнь лучше не становится. Даже бывает… Вы знаете, разводы – это очень тяжелая на самом деле ситуация, да? Безусловно, конечно. Развод – это очень тяжелая ситуация. И в первую очередь, мне кажется, страдают от этого все. Да. И дети страдают… Легкого решения. Даже если есть причина официальная, да, вот, допустим, он ей изменил, и она раз, хлопнула дверью, забрала детей и ушла. Легко не будет. Легко не будет. Потому что, прежде всего, я скажу так, в семьях, где случился развод родителей, дети, сформируя свои семьи, огромная вероятность, статистическая вероятность будет то же самое. Потому что подали пример. Пример, который, ага, если стало тяжело, я могу хлопнуть дверью. Вот. Заканчивается это плохо. Заканчивается это тем, что зачастую заключается сразу какой-то второй брак. Этот брак, он, к сожалению, тоже часто бывает неустойчивым. Вот. Поэтому здесь однозначно мы видим… То есть ваш совет все-таки сохранить семью, попытаться сохранить семью? Интересно, как в русском переводе написано. Очень неверный дан перевод Малахии второй главы. Вот если мы возьмем книга пророка Малахии, вторая глава. Вот здесь сказано таким образом, говорится, «Не поступай велороломно с женою юности твоей». Это у нас 15 стих. И 16 стих переведен абсолютно неверно. «Если ты ненавидишь ее, отпусти», говорит Господь. В реальности же перевод в иврите звучит так. «Ибо я, Господь, я ненавижу разводы». Когда я работал над своей докторской диссертацией, я прочитал целую трактат, вот, талмудический трактат «Гитин». Он касается правил написания разводного письма. И вот здесь интересно. Многие люди так недолго думают и говорят, «А, в иудаизме там разводятся направо и налево, фарисеи так учили». Это абсолютно неправильно. Читаешь. «Да, вот так надо писать разводное письмо. Вот если в разводном письме нет такой подписи, нет такой подписи, это письмо недействительное. Тогда развод будет недействительным. Тогда, если она вышла замуж за другого, их брак недействительный, начинаешь разбираться. И вот так вот девять глав, вот таких вот юридических всяких заковык. Потом вдруг десятая глава в конце такая. А вообще, можно ли разводиться по сути своей или нет? И вот идет дискуссия, да, между двумя раввинами, основателями фарисейского иудаизма, Шамаем и Гилелем. И Шамай говорит, разводиться дозволено только, если есть прелюбодеяние. А Гилель говорит, а, даже если она ему суп испортила, можешь разводиться. Интересно, что в иудаизме в основном за Гилелем стоит большинство. Но вот в этой ситуации… Это про суп ситуация? Да, да, да. Не, не, за другие ситуации. Гилель, Шамай там постоянно спорят. Но вот в ситуации про суп Гилеля не поддерживает. Более поздние раввины, оценивая, комментируя ситуацию, в конце сам он говорит, Бог ненавидит разводы. Если вы пошли на развод, ну, конечно, вы должны правильно оформить все эти разводные письма, но вы знаете, что при этом жертвенник в храме плачет. Александр, спасибо вам большое. Конечно, полноценный, наверное, ответ очень сложно дать. И, скорее всего, что Алине и кто сталкивается с этой ситуацией, нужно встречаться со служителями церкви, да, и консультироваться. Да, Андрей, все эти ситуации, конечно же, требуют практической, непосредственной консультации. И должно быть желание у обоих сторон пройти эту консультацию, что-то изменить в своей жизни. И, конечно же, это вот одна из причин. Сама причина ситуации – это нежелание, по крайней мере, вот этого супруга Алины, вот изменить что-то в своей жизни. И, конечно, мы живем, мы меняемся, наши притирки в нашем браке длятся годами. Спасибо, Александр. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, к нам в социальные сети, в студию, для того, чтобы мы попытались найти ответ на ваш вопрос. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин